Еще в трех школах округа созданы образовательные центры естественно-научного и технического профилей. Кабинеты оснастили современным оборудованием в рамках реализации проекта «Точка роста», созданного в 2019 году Министерством просвещения. Подробнее в нашем следующем сюжете. Красковская школа номер 55 – одна из площадок, на территории которой открыли образовательный центр. В учреждение приобрели многофункциональные устройства, микроскопы, ноутбуки и многое другое. Здесь созданы комфортные условия для получения качественного образования. Учу здесь с первого класса, ну заметил рост школы. За последние несколько лет появилось много очень нового оборудования. Изучение предметов более глубокое, появились новые компьютеры, информатика, физика новой класса, как будто в аудитории сидишь. Интересно, очень новое ощущение. Татьяна Горохова тоже училась в этой школе. После окончания института вернулась сюда учителем. Нынешние условия осуществления образовательного процесса оценила. Я уже посмотрела физику, посмотрела биологию, позавидовала. Но огорчаться не стоит, потому что на днях и нам в кабинет химии поставят это новое оборудование. Причем самое интересное, что ребята могут исследовать свойства, ведь химия изучает свойства веществ, исследовать на более высоком уровне, использовать компьютерные технологии. В рамках реализации проекта оборудованием оснастили кабинеты физики, химии, биологии, а также классы для проведения уроков технологии и безопасности жизнедеятельности. Это цифровые лаборатории, которые сегодня применяются очень широко всеми учителями-предметниками на непосредственно уроках. Также мы поставили робототехнику. У нас всего 8 учреждений уже имеют такие профильные направления для дополнительного образования детей, а также для того, чтобы вести обычные уроки, которые обозначены учебным планом. Проект «Точка роста» реализуется на территории округа в течение трех лет. В этом году современное оборудование установили в 23, 55 и 59 школах. На будущий год образовательные центры откроют еще в трех учреждениях. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.